Всем привет! С вами Алексей Сапачевский, я эксперт по настольному теннису и инвентарю для него. Сегодня расскажу про разницу между мячами Inhe S40+, и топовыми мячами DHS, а именно Tokyo, Busan и WTT. Про сходство и различия Tokyo, Busan и WTT между собой я уже рассказывал в отдельных видео. Можете посмотреть по ссылке плейлист про мячи, там это все есть. Сейчас, учитывая сходство этих мячей DHS между собой, я буду для краткости говорить Tokyo. Итак, в чем разница между Inhe S40+, и Tokyo? Начнем с разницы в цене. Она примерно в два раза, хотя это сейчас весьма условно, потому что мячи Tokyo и прочие DHS сейчас у нас есть, а мячей S40+, уже давно нет и их давно нет на фирме, и я не знаю, когда снова их удастся заказать и по какой цене они будут, если снова их удастся заказать. Но что же все-таки означает эта разница в цене и чем сами мячи отличаются? Во-первых, мячи Inhe S40+, это технология бесшовная и один тип пластика, а мячи Tokyo, это технология со швом и другой тип пластика. Что это значит? Это значит, что они по-разному ощущаются в игре, по-разному немного летают. О том, что пластиковых мячей, в отличие от целлулоидных, 100-500 различных видов между собой, и они все друг от друга отличаются чувством и полетом, об этом я подробно рассказывал в одном из предыдущих видео, сейчас только упомяну вкратце, подробно не буду. Но несмотря на различия в чувстве и полете, S40+, и Tokyo довольно-таки близки между собой, можно сказать. То есть такой огромной разницы, как между S40+, и, например, дешевыми мячами DHS-D40+, которые по 10 штук в пачке, вот такой огромной разницы нет. S40+, и Tokyo гораздо ближе между собой. Я сам очень долго играл in here S40+, и потом, когда перешел на Tokyo, мне этот переход каких-то проблем не доставил. То есть играть Tokyo после S40+, мне полностью комфортно. Хотя мячи типа D40+, или доник P40+, вот такие мячи такого типа я терпеть не могу. Ну а Tokyo от них сильно по чувству по пластику отличаются. Теперь перейдем к такому важному нюансу, как степень ровности мячей. Тут можно однозначно сказать, что мячи DHS Tokyo намного превосходят по качеству мячи S40+, в этом отношении. Учитывая разницу в цене, и также учитывая то, что мячи Tokyo это просто топ мячей для настольного тенниса на сегодняшний день, ну, естественно, вместе с другими их собратьями, WTT и Busan, то это неудивительно. В общем, мячи Inhe S40+, их можно назвать как адекватно, достаточно ровными и весьма хорошего качества мячами на свою цену, но они все-таки недорогие. Ну а мячи Tokyo в плавне ровности гораздо лучше, и вряд ли вообще что-то можно найти, что их превзойдет. Хотя напоминаю, что их собратья от DHS, Busan и WTT такого же качества. Ну и еще можно, к слову, вспомнить мячи Red Plus Black, они тоже такого же качества. Следующий важный момент, по которому стоит сравнить мячи, это долговечность. Этот вопрос не очень простой, так как тут в зависимости от сценария использования мячей может быть большая разница или может разницы не быть. Сначала про мячи Tokyo. Пластик, из которого сделаны они и их собратья, он в принципе очень долговечный, наверное, при любых сценариях использования. По крайней мере, я не знаю, как можно быстро убивать такие мячи, если не давить их ногами или не терять. Если знаете, напишите в комментариях. У мячей S40+, и им подобных бесшовных мячей, есть важный нюанс, который их отличает. В отзывах на подобные мячи можно встретить прямо диаметральные отзывы. Кто-то говорит, что они очень долговечные и что одним мячом играл 2-3 месяца, а у кого-то они бьются гораздо быстрее. Почему так происходит? Дело в том, что пластик, из которого сделаны мячи S40+, и им подобные, он более хрупкий. И если такими мячами играют высокоуровневые спортсмены, которые много применяют в игре топ-спин и контр-топ-спин, то часто получается мощный удар ребром по мячу, а особенно если по быстро летящему, приходящему мячу делаешь перекрут и заряжаешь изо всей силы ребром по мячу, который так быстро летит, это очень большая нагрузка на хрупкий мяч, и эти мячи от ребер довольно часто раскалываются. Поэтому у тех теннисистов, кто много заряжает изо всей силы ребром, подобные мячи, бесшовные, из такого плотного, но довольно хрупкого пластика, могут часто раскалываться даже новые. А с мячами типа Токио такого не происходит. Соответственно, при таком сценарии игры, когда частые ребра, мячи Токио и им подобные однозначно гораздо долговечнее. И это с лихвой оправдывает их более высокую цену. Но при этом, когда играют либо теннисисты более низкого уровня, либо те, кто просто не бьет ребрами, у них и мячи С40+, могут жить буквально месяцами и не разбиваться. Так как без экстремальных нагрузок типа мощного удара ребром, они живут очень долго. В общем, зная эти нюансы и зная свою игру, можете без проблем прикинуть, какие из этих мячей, ну или им подобных, будут более оправданы для вас в смысле расхода денег на них. Какие у вас будут биться чаще, а какие будут жить дольше. Подводя итог по сравнению соотношения цены и качества мячей С40+, и мячей Токио, можно сказать, что он не полностью однозначный, так как долговечность зависит от сценария использования. Но при многих сценариях использования все-таки Токио окажется долговечнее, и при этом Токио еще и ровнее. Так что, наверное, можно сказать, что несмотря на вдвое более высокую цену Токио, они как минимум не менее оправданы по соотношению цены и качества, а возможно, что зачастую будут даже и более оправданы. Так что, тут более высокая цена вполне может сочетаться и с более высокой общей эффективностью. И еще небольшое отступление про мячи С40+. Почему именно их уже давно нет в магазине, и когда они появятся, уже неоднократно спрашивали. Поясню для интересующихся и для тех, кто хочет еще в будущем эти мячи покупать. Как я уже говорил в начале, этих мячей давным-давно нет на фирме. Но я у них это пытался выяснить подробнее. Их производства очень недостаточно. Иногда их какими-то небольшими партиями они делают, но их тут же разбирают китайцы, которые там на внутрикитайском рынке торгуют. Там эти мячи тоже популярны. Ну и в общем, ввиду того, что их очень мало производится по отношению с тем, сколько их хотели бы закупить различные магазины, их просто мне уже давно не достается. И даже не знаю, когда удастся их в будущем снова закупить. А причины этому, как я понимаю, во-первых, мировой логистический кризис. Из-за всей этой пандемии борьбы с ковидом. Очень много цепочек поставок нарушено. Многие предприятия не работают как надо, не могут получить сырье. В общем, из-за всего этого мирового логистического кризиса, возможно, что и тут тоже что-то нарушено. А кроме этого, в Китае сейчас еще мощный энергетический кризис. У них там просто жесть. У них там везде, ну может не во всех провинциях, но в общем очень много где в Китае висят объявы. Не пользуйтесь лифтами, не пользуйтесь бойлерами, не включайте электрочайники. Короче, вот такая вот всякая дичь. Не хватает у них электроэнергии. Не знаю, как они таких чудесных результатов в 21 веке смогли добиться, но это факт. Очень большая нехватка электроэнергии в Китае. Из-за этого очень во многих провинциях, опять же не знаю во всех или нет, но очень во многих предприятия просто не могут работать в полную силу. Там, где находится Айнхед, там совершенно точно у них большие ограничения, и они не могут работать каждый день. Там предприятиям разрешают работать там что-то типа день через день. То есть хотели бы они работать там 5 или 6 дней в неделю, а работают половину от этого. От этого очень много не могут сделать. От этого очень многих продуктов, очень многих товаров не хватает. Как в настольном теннисе, так и в любой другой сфере. Сейчас повсюду нехватка продукции, нехватка производства. И это, конечно, не только у Айнхеда и не только в настольном теннисе. Это в целом вот такая невеселая жесть там творится. Ну и, конечно же, страдаем от этого и мы, потому что не можем заказать, не можем получить какие-то нужные нам продукты, какие-то нужные нам товары. С другими товарами, кроме мячей, с накладками, деревяшками, сейчас тоже перебои. Сейчас тоже совсем начинаются сложности. Основная сложность в том, что невозможно гарантировать будущее поставки. В любой момент может оказаться, что какой-то популярной накладки или деревяшки нет на фирме и неизвестно, когда будет. Поэтому теннисистам спортивного уровня, у кого высокий расход накладок в единицу времени, ну в отличие, например, от каких-то хобби-любителей, которым накладки на несколько лет хватит, я бы в такой ситуации рекомендовал иметь у себя просто дома в тумбочке хоть какой-то запас любимой подходящей накладки. Потому что в нынешней ситуации в любой момент времени может оказаться так, что накладка кончилась в магазине и в других магазинах, и на фирме ее нет, и неизвестно, когда ее получится в следующий раз купить. Конечно, ситуация не ужас-ужас, просто пока что какие-то перебои бывают. Это я к тому, что если вы играете какой-то накладкой и точно знаете, что будете играть ей дальше, то какой-то запас в пару накладок вполне оправданно держать у себя под рукой, не рассчитывая только на то, что вы в любой момент возьмете ее в магазине. Чтобы не было такой неприятной ситуации, как накладка закончилась, ни в каком ближайшем магазине ее нет, нашлась там где-то на другом конце планеты, и ждать ее оттуда почтой месяц или два, или как повезет, когда она оттуда придет. Потому что почта не во всех направлениях ходит оперативно. Например, почта из Китая к нам, к сожалению, ходит очень долго. И к тому же не все накладки легко и просто заменить без потерь в игровой эффективности какими-то соседними или подобными накладками. На этом буду заканчивать. Если вам нужны мячи или любые другие причиндалы для настольного тенниса, обращайтесь в наш магазин. Если хотите узнать о мячах больше, у нас есть целый плейлист, где уже собрано много материалов про мячи. Смотрите на название видео и поймете, будет вам то или иное видео полезно или интересно. С вами был Алексей Сыпачевский. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok